Сумки переехали туда и указатель направо. Но повернув я сейчас направо, либо пройду немножко и поверну налево, ни сумок, ничего-либо другого я не найду, потому что все точки на рынке закрыты. Так пусто здесь было разве что ночью. Кировский рынок на время самоизоляции закрыл все ларки. А бойкой торговли напоминают лишь манекены, брошенные в ППХ. Все, все, ничего не надо. Дезинфекция у нас все делается, все хорошо. Никого не пускаем на рынок. Случайные прохожие все же есть, но спешат они все к метро. Вот за транспортной картой только пришел. Раньше было толкучки здесь. Вы что, конечно, особенно суббота, воскресенье тут толкучки. Отсюда мы направляемся на рынок в 15-м микрорайоне. И тут совсем иная картина. А вы куда уходите? Не хочет разговаривать. Пошли дальше. Кость, с другой стороны. А вот здесь интересно уже. А вы почему торгуете? Нет. А ты, ребята, что происходит? Сижу. Раз сидите? Да. А че не точка есть? Всего нет продавцов? Там она, вон, внизу. А что, все, бери, что хочу. Продавцов нет? Да. Просто так висит для людей, для народа? Да. Это просто праздник какой-то. Со слов продавцов в торговле здесь не ведется. Но, как мы видим, ларьки открыты. Поэтому подходи и бери все, что хочешь. Немногим позже приезжает хозяйка торговой точки. Я хозяйка. Почему вы ведете торговлю, когда это сделать нельзя сейчас в этом рынке? Да. А вот это вы видели. И что это? Разрешение на торговлю детских товаров. Мы направили запрос соответствующие органы с просьбой прокомментировать законность такой торговли. Ведь в перечне речь идет не о рынках, а именно о магазинах. Пока же проконсультировались с юристом. Здесь налицо недобросовестный факт ведения предпринимательской деятельности. В таком случае предприниматели могут, учитывая, что они торгуют якобы предметом первой необходимости, вести свою торговлю. Но это запрещено. Сейчас, в текущей ситуации, это нежелательно. Поскольку рынки – это также места массового скопления людей. Не случайно список рекомендован именно для магазинов. Там есть возможность проверить качество, материал, состав, изготовителя и в случае чего составить претензию. На рынке такой возможности нет. Сложнее здесь и соблюдать меры предосторожности. Например, необходимую дистанцию между людьми в полтора метра. Но в администрации рынка нас заверили, что закон не нарушают. Татьяна, так ответьте, пожалуйста, на вопрос. Почему штанами торгуем? Штанами у нас не торгуют. То есть вы отрицаете? Я сама была лично в 12 часов на рынке и делала обход. Штанов никаких нет. Пойдемте вместе выйдем? Два шага от вас. Да, давайте спускайте. Пошлите? Спускайте. Ну, пошлите вместе с нами. Спускайтесь, я выйду. Впрочем, ожидания оказались напрасными. К нам так никто и не вышел. Сработали оперативно, чуть меньше 10 минут, и все точки уже закрыты. Но остается вопрос, надолго ли? Редакция «Самары ГИС» продолжит следить за развитием событий и ждать ответы на наши запросы от надзорных органов. Мария Левина, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова